В рамках выполнения перечни мероприятий по повышению уровня доверия граждан к МВД по республике Адыгея и ОВД на районном уровне в межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский была проведена встреча с членами общественного совета при отделе и представителями СМИ района. В начале мероприятия начальник межмуниципального отдела Михаил Тарановский проинформировал участников встречи об итогах работы отдела за 2022 год и ознакомил с задачами на предстоящей. В межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский во взаимодействии с органами государственной власти всеми правоохранительным структурам в течение 2022 года организован и проведен комплекс мероприятий по противодействию преступности на территории Кашхабльского района, ну и также Шевгеновска. Общественно-политическая ситуация в районе с учетом введенных ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции оставалась стабильной, существенного влияния на криминогенную обстановку не оказывала. Ежедневная оперативная профилактическая работа позволила нам сохранить должный контроль в районе, не допустить резонансных нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и масштабных чрезвычайных ситуаций. На территории района обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности и проведение общественно-значенных массовых политических мероприятий. На сегодняшний день нами налажено тесное взаимодействие и понимание в этих вопросах администрации муспального образования Кашхабльского района. Приняты меры по недопущению проявления экстремизма, разжигания конфликтов на межнациональной и религиозной почве, защите населения объектов первоочередной антитеррористической защиты и государственных институтов от террористической угрозы. В 2022 году от граждан и организаций Кашхабльского района в межмуспальный отдел Кашхабльский поступило 2157 заявлений, сообщений и информации о происшествиях, по результатам рассмотрения которых возбуждено 145 уголовных дел. По 533 материалам проверки принято решение об отказе от возбуждения уголовного дела. 434 рассмотрена в соответствии с законодательством административного правонарушения. Тем не менее, в целом, мемобильная обстановка на территории района характеризуется как стабильная. Как результат проводимой профилактической работы может охарактеризовать уменьшение количества некоторых видов преступлений, а именно, уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах с 7 до 6 на 1. Гражданам в состоянии алкогольного опьянения с 44 до 37 на 7 преступлений меньше. В состоянии наркотического опьянения совершено одно преступление, но на уровне 2021 года. За истекший 22 год сотрудниками отдела на территории района задокументировано 7 фактов незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. При этом изъято 6 литров алкоголя. На территории Натырбовского сельского поселения выявлено 3 факта, Дмитриевского 2, и по одному на территории Кашхабльского и Игнатьевского. На территории Кашхабльского района несовершеннолетние милиции преступлений не совершались. Не меньшую опасность для жителей района представляют дорожно-транспортные происшествия. Отделом ГИБДД реализовывался комплекс информационно-пропагандистских и профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий на обслуживаемой территории, в том числе посредством размещения печатных СМИ на телевидении и в сети интернет. Однако, несмотря на это, в 2022 году у Зарихсина 24 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 7 человек погибло, 32 гражданина получили телесные повреждения. В целях формирования общественного мнения о деятельности сотрудников органов внутренних дел на постоянной основе шляется взаимодействие со средствами массовой информации, институтами и гражданским обществом, по объективному информированию населения о деятельности полиции, в том числе и проводимых профилактических мероприятиях. Вместе с тем, в 2023 году в МВД по Республике Адыгея предполагается реализовать комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня доверия к органам внутренних дел Республики Адыгея. В нее включены такие направления, как работа с институтами гражданского общества, работа со средствами массовой информации, работа с личным составом, работа с отдельными категориями граждан, проведение информационных и имиджевых мероприятий. Основная задача, которая должна быть достигнута в ходе комплексной реализации в перечне, в совершенственной форме методов, которые должны в положительном ключе повлиять на повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел Республики Адыгея и обеспечить поддержку со стороны институтов гражданского общества. Цель – достичь существенного повышения уровня доверия граждан к Министерству внутренних дел по Республике Адыгея в текущем году, при этом уделив особое внимание разъяснительной и просветительской работе сотрудникам ОВД, более активному вовлечению данный процесс представителей СМИ Республики Адыгея и институтов гражданского общества. Кроме того, реализация комплекса мероприятий должна пройти в соответствии с одним из основных принципов российской полиции, действия сотрудников полиции должны быть обоснованными и понятными для граждан. Благодарю вас за внимание. Далее встреча продолжилась в формате диалога. В ходе работы круглого стола представители СМИ и полицейские обсудили уровень качества и объективность освещаемой деятельности правоохранителей. Были рассмотрены наиболее актуальные проблемные темы и вопросы. В первую очередь они касались обеспечения общественного правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, сторонами принято решение о разработке и утверждении плана графика проведения совместных пропагандистских мероприятий с последующим освещением в прессе. Подводя итоги, начальник полиции отметил, что Общественный совет при УВД является одним из важных механизмов общественного участия в контроле за деятельностью органов внутренних дел. И работа в данном направлении будет продолжаться. Продолжение следует...